Здравствуйте, в эфире Десна ТВ, в студии Олег Соловьёв. Вот и наступил 2020 год. Сегодня 1 января, и мы от всей души желаем вам успеха и процветания в новом году. Впереди ещё много выходных, а это подходящее время строить планы на предстоящие 365 дней, а также подводить итоги ушедшего 2019-го. Результаты работы есть и у нас. За год в эфир вышло более 200 выпусков день за днём, и снято более 500 сюжетов о жизни нашего города. Кое-какие из них вам понравились больше остальных. Какие именно? Смотрите в нашем хит-параде 20-ка самых-самых новостей Десна ТВ прошлого года по версии нашего ютуб-канала. Начнём! Охрана особых стратегических объектов России – задача для настоящих мужчин. Именно такие работают в компании «Атомохрана». Организация обеспечивает безопасность в том числе и на Смоленской АЭС. Навыки сотрудников охраны проверили на конкурсе профессионального мастерства. И этот сюжет открывает наш хит-парад «Двадцатка самых-самых». Владение специальными приёмами, боевым оружием, физическая и психологическая подготовка – обязательные требования к сотрудникам охранного предприятия «Атомохрана». Как и в любом деле, здесь тоже есть настоящие профессионалы. Выявить их призван очередной конкурс специальной подготовки. Сегодня на заключительный этап конкурса прибыли работники, которые победили на двух предварительных этапах. И сегодня они нам покажут свои умения и знания по специальной, от него физической и медицинской подготовке. На протяжении двух дней, с 20 по 21 ноября, учебно-тренировочный городок Смоленской АЭС стал местом спортивного азарта и здоровых амбиций. Всего 18 профессионалов, по три человека из каждого межрегионального управления ведомственной охраны, сокращенно МУВО. Эти сотрудники оказались лучшими на двух предварительных этапах – в своих отрядах, а затем в управлениях. Дальше команда «Огонь», клапан застегиваем, оружие зелека, направляем в сторону стрельбы. Соревнования проверяют у специалистов те навыки, которые в большей или меньшей степени, но обязательно связаны с их прямыми обязанностями. Это стрельба на меткость, теоретическая, медицинская и физическая подготовка, способность к концентрации и выдержке. Впервые на нашей базе проводится конкурс профессионального мастерства нашего акционерного общества «Атомоохрана». Мы рады принять гостей со всей нашей необъятной России. Такие мероприятия проводятся с 2013 года. На этапы в Десногорске прибыли сотрудники со многих областей России. География расположения объектов, которые находятся под защитой «Атомоохраны», очень обширна и охватывает 37 субъектов Российской Федерации. Среди профессионалов есть место и представительницам прекрасного пола. За исключением физической подготовки у женщин те же нормативы, что и у мужчин. Финал мероприятия, второй день соревнований – это не только радость победы. Это еще и время анализа своих сильных и слабых сторон и готовность к работе над ошибками. Конкурсы довольно серьезные, мастерство нужно профессионально, конкурсам очень довольны, есть к чему дальше стремиться, лучше работать, лучше получать больше знаний. Вряд ли куда-то попали, я считаю. Ну, покажет судейство. По результатам судейства первое место в командном зачете было отдано Межрегиональному управлению ведомственной охраны номер 2. А его сотрудник Юрий Германов из Десногорска занял достойное второе место в личном зачете. Соперниками Юрия были 17 человек. Все организовано по высшему разряду, благодаря начальнику отдельного 218-го отряда Агафонову Виктору Николаевичу. Кстати, хочу спасибо большое сказать замначальника отряда 218-го, сотнику Денису Вячеславовичу и старшина Маштакова Евгению Александровичу, которые подготовили меня к этим соревнованиям. Участникам далеко не все нормативы удалось выполнить на отлично. Тем не менее, судьи отметили отличительную особенность нынешних соревнований. Впервые за 7 лет все конкурсанты выполнили упражнения по стрельбе на хорошо и отлично. Удастся ли добиться таких же результатов по другим дисциплинам, будет известно в следующем году. Конкурс профессионального мастерства акционерного общества «Атомоохрана» проводится ежегодно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. У автомобильного квеста «Холодные игры», который впервые прошел прошлой весной, появились свои поклонники. Они провели несколько таких мероприятий. Обо всех из них мы рассказали в наших новостных выпусках. Но именно вторые игры заняли в нашем рейтинге 19-ю строчку. Героям вторых «Холодных игр» выбрали образ Шерлока Холмса и всё, что с ним связано. Участники должны были вспомнить факты о нём, разгадать серию загадок, аналогичных тем, с которыми сталкивался сам Шерлок, и ответить на непростые вопросы. Всего в играх на этот раз приняли участие 17 экипажей, а это около 70 человек. И несмотря на то, что это мероприятие для Десногорска новое, интерес у горожан к нему только возрастает. «Человек должен мыслить креативно, мыслить неординарно. Ведь это не просто обычная загадка-отгадка. Здесь надо подойти к фантазии, здесь какие-то коды, здесь надо физически быть подкованным». Большое значение в играх имеет и физическая подготовка участников. Ведь, как говорят сами организаторы, коды, которые используют в игре, нанесены в местах, куда нужно долго бежать и даже высоко подпрыгивать. Но организация игр проходит на хорошем уровне, и безопасность участников прежде всего. Всё делается для того, чтобы во время игр люди могли отдохнуть. «Сегодня нас контролировала полиция, нам помогал профсоюз, администрация атомной станции нашей. Мы сегодня со всех сторон прикрыты». Квест не только даёт участникам возможность отдохнуть и проявить свои знания, но и научиться стратегии. Хитрость на играх только приветствуется. Ведь любая эмоция может оказаться существенной подсказкой для соперников. Вторые холодные игры максимально раскрыли потенциал всех участников. Но победитель здесь только один. «Сейчас я слежу за игрой. И что, как и в прошлый раз, вперёд вырываются мимимишки». Уставшим, новоодушевлённым победителям вручили маленькие презенты и сладкий подарок. «Эмоции переполняют. Это очень захватывающая игра. Второй раз победили. Это очень неожиданно для нас». Следующий квест запланирован уже через месяц. И всем, кому интересна активная игра по ночному городу, могут принять участие в ней. Виолетта Эфименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Долгожданная для многих весна – это не только капель и первые лучи солнца. Ещё это время усиленного дежурства пожарных служб. Ведь то и дело возникает пал сухой травы. Сюжет об этом был снят в апреле и в нашем хит-параде. Расположился на 18-м месте. Противопожарный режим в Смоленской области, введённый губернатором Алексеем Островским, пока не смог изменить ситуацию. Регион в этом году попал в шестёрку лидеров страны по площади земли, выжженной из опалов травы. По всей области зафиксировано более тысячи случаев возгорания сухой травы общей площадью 3800 гектаров. В осаде находится и город атомщиков. Новый пример преступного пренебрежения элементарными правилами безопасности. Борьба с огнём ведётся на окраине Десногорска. 23 апреля на пульс спасательной службы поступил вызов о возгорании сухой травы. Результатом случайности или злого умысла в этот раз могла стать настоящая катастрофа. Есть угроза автозаправки. Подали ствол от машины на защиту. Также огонь близко подошёл к частным домам 5-го микрорайона. Но благодаря усилиям 15-й пожарно-спасательной части более серьёзных происшествий удалось избежать. Пламя было потушено в кратчайшие сроки. Результатом происшествия стала выжженная земля площадью в 2 гектара. Попрошу людей города Десногорска, чтобы не поджигали сухую траву, потому что где-то сухая трава, где-то может быть несчастный случай, дом или квартира, а там может быть люди. Несмотря на разъяснительную работу, некоторые смоляне уверены, что пал позволяет повысить плодородие почвы. Но специалисты объясняют, что это не соответствует действительности. Пощью во время палов наносится большой урон. Кроме этого, в огне гибнут мелкие животные и насекомые. Виновные в поджоге сухой травы несут административную ответственность. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Ну что же, теперь все это часть истории. Надеемся, нам удалось вызвать у вас легкое чувство ностальгии, от которого стало еще уютнее в эти праздничные дни. А продолжение нашего хит-парада смотрите завтра. Впереди еще много интересного. В студии работал Олег Соловьев. С Новым Годом и до новых встреч!